Эти у меня белые, давайте куни в 3 снова. У нас тут пирц. Точнее, интересная помесь пирца и скандинавки. Не знаю, конечно, Свердник добился того, что он сбил меня с Террии. Я не верю, что если у Черных может быть абсолютно полный порядок. Но, с другой стороны, эти позиции Свердзем на Д8, они довольно надежные для Черных. В этом не приходится сомневаться. Мне надо определиться со схемой развития. Если я сейчас просто буду выводить фигуру, Черный видит на С4. Пойдет и поменяет своего белобольного слона. С другой стороны, там в самом по себе этом факте ничего плохого нет для меня. Я к этому разобью слона на С4, пытаясь спровоцировать в какой-то момент ход Е6. Который надежный, но который лишает Черных какой-то активной контр-игры. Вот я не знаю, он Е5 сразу просто 2-0, если у Черных пойдет. То есть мне спешить это не стоит. Хорошо, тогда 2-0, 2-0. Здесь уже слон уже 4, неприятно выходит. Придется играть Аш-3. Есть ощущение, что я, конечно, не изрок из Д9 всего, чего мог извлечь. Здесь Черные очень близки к равенству. Но, может быть, полного равенства пока и нет. Конь попал на Б4, это хорошая крепленная клетка. С другой стороны, чехолом понадобилось довольно много темпов, чтобы его туда перевести. Белые тоже кое-чего добились. На слон Е5 есть ход слон Б3. То есть это пока для меня не катастрофа. Ферс С7. Но здесь надо как-то активность уже проявлять. Конь Е5. Опять-таки ход, конечно, внешне активный. Насколько он реально создает угрозы, этот вопрос. Е6. Е6 это приятное для меня изменение. Теперь я могу, если мне удастся поменять Чернофолов, позиция будет вообще прекрасной. Это я проверяю сейчас. Сейчас вариант слона А6, слона А6, ферс А6, конь С2, конь Е4, конь Е4, ладья Е4, конь А1, ДЖ4, F5 или F6, конь Ж6, ферс Ж7. Похоже, там нет ничего сразу. Обидно. Очень хочется добиться какого-то явного прогресса, немедленного, но, видимо, его нет. Сыграя слон Б3, конечно, не стоило тратить столько времени на этот вариант, необязательный. Но это, да, это одна из главных слабостей в моей игре на быстрых контролях, что я вот склонен. Склонен к таким расчетам, которые в итоге ни к чему не приводят. Ну, давайте как-то надо перебрасывать уже фигуру в атаку. Давайте сыграем ладей Е3, может быть. С идеей ладей Ф3 выглядит слегка динатурально, но... Для Блица такая примитивная идея, может, и сойдет. Ф6, конь Ж4, да? Может быть, F5 поэтому надо сыграть. Но F5 ход стратегически крайне опасный для черных. И опять-таки, в Блице то, что ход стратегически опасный, менее важно, чем то, что он не позволяет мне конкретно какие-то атакующие идеи проводить. То есть, после F5 я, может быть, пешку H просто запущу вперед. Опять-таки, не верю, что это сильнейшее продолжение, но надо что-то делать. Хотя, может быть, надо было ладью на Е1 подтянуть. Это было бы более разумно. Все-таки H4, H5 довольно медленно черный, наверное. Наверное, ладит какую-то оборону. Хотя, с другой стороны, ладья F6 мне не внушает большого доверия. Тогда я подтяну ладью. Хотя, может быть, это не самый удачный момент для этого выбора. Здесь СЖ, СЖ, ладья H3 смотрелось хорошо. Давайте попробую со второй попытки. Со второй попытки не так хорошо, что теперь ладья H8 появилась. И на Ф6, там Ф7. Да, это тот случай, как я сказал, когда надо было ковать железо, пока оно горячо, но... Что ж поделаешь. Ладно, хорошо, возьму на D5. CD. Пытаюсь все-таки повести вторую ладью в атаку. Хотя, на 6 черный глупо смотрится. Это должно сказаться. Еще может сказаться тот момент, что у меня 37 секунд на часах. F4 есть ход, да, ладья H3. Спереди, конечно, получил очень плохую позицию. Довольно быстро и очень сильно, грамотно защищается. Все самые неприятные для меня ходы находят. Кольца 6 вот здесь, скорее всего, сыграет. Такие не позволяя мне выиграть сразу. Кольца 4 у меня есть ход, но он приводит к тому, что мне фигзам будет тяжело перебросить вперед. Я возьму здесь. Этот ход тоже, конечно, было очень обидно делать. Потому что двумя фигурами я, скорее всего, не заматую, но попытаюсь. Вернее, да, на самом деле защищается блестяще. То есть, вот с практической точки зрения. Очень плохую позицию. Держит уже столько ходов. Здесь, правда, слон Д5, видимо, подставляет. На король Ж8. Так, хорошо, ладья Аш-3. Если у меня там мат, да, похоже, что есть. На ЕД ладья Аш-8, ладья Аш-7, фигзах-8. А он такой позиции должен доводить до победы, потому что уже догнал по времени соперника. Защищаться намного тяжелее. Ну, здесь просто мат. Вот. Хорошо. И, наверное, последнюю партию. Сперника есть шанс равнять счет. У меня есть шанс все-таки выиграть матч. А сам близкое начало. Вариант со слон Б4, ну и со слон Е7. В принципе, достаточно неплохой вариант. В белых, конечно, есть шансы на перерез дебютный, но... Плюс для черного заключается в том, что какая-то дебютная катастрофа здесь для них происходит. Все-таки довольно редко происходит. Давайте пробуем Е4. Похоже, ему эту позицию я должен знать, но вот я ее не знаю. То есть, надо бы завлатать дырой в своем дебютном репертуаре. Соберник как раз быстро играет. Видимо, что-то это смотрел. Хотя, может быть, он просто привык, потому что в каждой партии я роняю флаг и пытается играть нарочито быстро. В белых два слона, но у меня есть некоторое преимущество в пространстве и в активности фигур. С3. Могу выбрать между коней в 6 и комбио С3. Комбио С3 мне нравится больше на глазок. Хотя, ладно, возьму на С3. Так, ферзь Д5 пока не страшно. Ферзь С2 тоже, наверное, не страшно. Просто слон Ф5. Начнутся какие-то сейчас, скорее всего, нападки на меня на королевском фланге. Но я не верю в то, что они нам очень страшны. Слон Е3. Ферзь на С2 призывает меня сыграть ЛДЦ8. Тогда ферзь просто уйдет с другой стороны. Все равно ЛДЦ8. Ход не может быть сильно плохим. Что-то, если честно, может. ЛДЦ не на открытой линии находится. Чего я конкретно добился, непонятно. Пешку на С5 я все равно не защитил. То есть, ферзь Е6 сразу не сыграешь. Конь Д4, удар по воздуху из-за отхода ферзя. Да, это было не самое четкое решение. То есть, я сыграю Б6. Все-таки неприятно, что пешка на С5 подвисает. Спирник сыграет ЛДЦ1. И вот у меня будут, конечно, серьезнейшие вопросы к собственному ходу ЛДЦ8. Но ничего не поделаешь. Это Блиц, и в Блице поддерживать, ну, подчищать все тонкости, на мой взгляд, практически невозможно. Это издержки контроля времени. Б3. Б3 мне тоже ход не нравится. Но сейчас я пока буду думать, как спирника за него наказать. Скорее всего, вопрос станет уже не о наказании, а о том, что просто флаг не уронит ЛДЦ2. Ну, ладно, хорошо. Слон H3. Сферник будет сдваиваться. Встраиваться, счетверяться. Слон G2. Здесь есть ли ход конь Д4? Наверное, нет. Ладья заходит на Д6. Это плохо. Сколько это плохо? Ну, наверное, достаточно плохо. Ладно, я запущу пешку вперед. Так, при случае пригодится. Ладья Д6 пока феркзер в 5. Вторая ладья на Д5, просто конь Е5. И слон Ф4. И у меня неприятности. Это надо было, конечно, посчитать заранее. Но ничего. Там, может быть, есть ход G5. Довольно агрессивный. Но не факт, что проигрывать. Хотя неприятно. Слон Е5, ладья Е5. Да. Поэтому, может, мне надо ладья Е5 сыграть. Конечно, очень странно смотрится. ДН6 не работает. Там, ну хорошо, попробую ладья Е5. Белые, скорее всего, после феркзера подтянут куда-то на Д2. У меня соперник разменялся. Довольно неожиданно. Теперь у меня, видимо, полный порядок, потому что конь на 4 идет. За белые. У белых есть ход аж 3. Так, а мне просто в атаку с на 4 грозит. 4 грозит, это плохо. С другой стороны. Ладно, хорошо. Я запущу пешку вперед. Все-таки очень заманчиво. С на 4, конечно, последует. После этого я сыграю H3. После этого я сыграла Дей8, видимо. Конечно, добровольно становиться под связку не хотелось. Но вот я не вижу, как белые сразу меня здесь пробивают. А я, конечно, уже 5 следующим ходом. В 3. Вот так меня пробивают, да? Так, это неприятно. Какие-то трюки на лом не проходят пока. Ну, хорошо. Уже 5 я пойду. По-моему, замысел был такой. ХН держится или нет? Наверное, держится. Ну, я говорю о варианте после слона Е5. Ладей 5 взяли-взяли. Взяли на Е4 перзем. А там ферзи 3 есть, правда. Ну, хорошо. По-моему, этот перч на H4 нормальный для меня. Может быть и нет, на самом деле. Да, и еще ГРОЛЬ Ж7 может быть ход неудачный. Так, ну хорошо. Конечно, я сейчас полную ерунду сыграл. Откровенную. Да, ну и совершенно безнадежный перчатник. Совершенно безнадежный. То есть тут, на самом деле, у него всего одного темпа не хватает. Но, конечно, соперник там мог и чуть-чуть реагировать. Ну, хорошо. 3-3. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok